МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Граждане, которые состоят в запасе, и все, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. 57 километров дорожного полотна обновили в Самаре по национальному проекту безопасные качественные дороги. В столице региона завершился сезон ремонта дорог. Привели в порядок прибрежную зону и очистили от мусора пляж. На острове Параран прошла всемирная экологическая акция «Мы чистим мир». Учитель биологии одного из самарских лицеев в полуфинале конкурса «Классная тема». Как удалось попасть в проект и когда ждать победы? Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку. Согласно указу президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и в первую очередь те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Как указал Владимир Путин в своем обращении к гражданам, мера частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей. Кроме того, Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Сегодня их главы Леонид Пасечник и Денис Пушилин приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум, о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области. В Самаре завершился сезон ремонта дорог и стартовала подготовка к следующему дорожно-отопительному сезону. Уже определены подрядчики, которые в 2023 году приступят к обновлению объектов уличной дорожной сети по НАСПроекту «Безопасные качественные дороги». Работы начнутся весной, как только установятся постоянные среднесуточные положительные температуры воздуха. О том, сколько объектов планируется привести в порядок, расскажет Светлана Тимофеева. Житель Самары Геннадий Русулов трудится водителем более 35 лет. Мужчина признает, сегодня передвигаться по дорогам областного центра стало гораздо комфортнее. То, что было раньше, то, что сейчас – это небо и земля. Стараются все-таки, прислушиваются к нашему мнению. Не то, что на тротуаре он делает, а и дороги старается делать. Так что молодцы. Ремонт объектов на средства НАСПроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Самаре завершился. Все работы приняты, замечаний к подрядчикам нет. Всего в этом году в рамках НАСПроекта было отремонтировано 38 участков общей протяженностью более 57 километров, включая обновленные сверхпланы. Власти города уже определили, какие дороги будут ремонтировать в будущем году. Будет отремонтировано 41 участок автомобильной дороги протяженностью 45 километров. На сегодняшний день все конкурсные процедуры у нас прошли. Муниципальные контракты заключены. Это позволит подряд организациям за зимний период подготовиться, закупить необходимые материалы, оборудование. Предусмотрено применение новых материалов и современных технологий, что является одним из важнейших условий реализации дорожного НАСПроекта. Например, в будущем году на дорогах, где будет идти ремонт, впервые установят антишумные и антивандальные люки смотровых колодцев. Они будут с прорезиненным покрытием. К этому решению пришли по просьбе жителей и ресурсоснабжающих организаций. Люди жаловались на воровство. К тому же со временем, после долгого срока эксплуатации, крышки люков начинают греметь. Антивандальные люки имеют специальный внутренний замок. Они закрываются на специальный ключ, поэтому открыть просто так обывателю его не получится. Это позволит нам снизить риск их кражи, а также уйдем от проблемы, когда жители нам жалуются по происшествии времени на шум от этих люков. Гарантия на новые люки – 5 лет. Кроме того, специалисты сообщили, что на следующий год участки автодорог отремонтируют методом больших карт по всей ширине проезжей части с применением современных высокопрочных асфальтобетонных смесей. Помимо этого, городские власти включили в план работ обновление межрельсового пространства, замену бортовых камней там, где это необходимо, а также ремонт тротуаров. Например, такие виды работ предусмотрели на проспекте Ленина, улицах Пензенская, Коммунистическая, проспекте Масленникова. Мне бы хотелось, чтобы не только проезжая часть ремонтировалась, но и не забывали про тротуары. В этой зоне находятся магазины различные, вот по Мичурину туда вниз и выше. Здесь находятся и аптеки в большом количестве, то есть развязка автомобильная, ну, автобусные остановки. Поэтому здесь проходимость людей очень большая. Хотелось бы облегчить людям жизнь, сделать пребывание в этой зоне более-менее комфортным. Ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные. Будут учитываться обращения граждан и предписания ГИБДД, а также взаимодействия с УНАЭФ и другими общественниками. Специалисты проведут мониторинг состояния объектов, автодорожного покрытия и других элементов уличной дорожной сети, в том числе на прилегающей к дороге территории. К работам подрядчики приступят, как только позволит погода, после схода снега и с наступлением стабильных положительных температур воздуха. Как правило, масштабная ремонтная кампания стартует с начала апреля. Соединить отдаленные районы города с его историческим центром и существенно до 20-25 минут сократить время в пути, которое сейчас тратят горожане, добираясь, например, с безымянки юнгородка. Для достижения этой цели в Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». С ее появлением жители отдаленных районов города, таких как Кировский, Советский и Промышленный, смогут за считанные минуты доехать до музеев, театров и других учреждений, расположенных в центре города. Последняя станция на первой линии Самарской подземки расположится в шаговой доступности от площади Куйбышева. В связи с ее строительством движение по Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской временно закрыто. Кроме того, предстоит введение временной схемы организации движений по другим улицам, в частности, на участке Новосадовой. Работы ведутся поэтапно. Сейчас в районе скверов, прилегающих к театру оперы и балета, специалисты занимаются переносом инженерных коммуникаций. Региональный заказчик и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения горожан по мегаполису. Дополнительное метро, вот тогда, на мой взгляд, это в значительной степени разгрузит потоки, и люди будут иметь возможность передвигаться с отдаленных рабочих, будем говорить, таких районов в центр города. Я думаю, что это значительно повысит в целом значимость города, его доступность всех этих магистралей, и люди, в принципе, будут довольны. Несмотря на конец курортного сезона и плохую погоду, сегодня на Самарском острове Проран собралось более ста человек. Волонтеры и добровольцы приняли участие в экологической акции на берегу Волги. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Дождливая погода не помешала сегодня участникам экологической акции «Мы чистим мир» провести генеральную уборку прибрежной зоны острова Проран. Среди волонтеров представители городских предприятий, госслужащие, студенты в СИН и Самарского политеха. Привлекаемых людей становится от года к году все больше и больше. Ну, само за себя это, я думаю, что говорит. Летом живописный остров Проран традиционно принимает огромное количество туристов не только из Самарской области, но и из других регионов. Участники акции признаются, что подавляющее большинство отдыхающих привыкает к культуре обращения с бытовыми отходами, но, к сожалению, среди любителей активного отдыха на природе остаются люди, которые этими правилами пренебрегают. С недобросовестными туристами тоже проводят профилактическую работу. В течение летнего периода проводится патрулирование, постоянное патрулирование. Мы раздаем буклеты, инструкции проводим, инструктажи проводим людям, показываем места, где сборы, раздаем лески о пожарной безопасности. Мероприятие прошло при содействии администрации Самары. Департамент городского хозяйства и экологии оказал помощь в предоставлении инвентаря и расходных материалов. По словам организаторов, желающих принять участие в акции, с каждым годом становится все больше. Люди заявляют о своей гражданской позиции и проявляют себя в деле. Сегодняшняя акция у нас одна из самых рекордных. Более ста человек сегодня на этом острове присутствуют вместе с нами. Я надеюсь, что на будущий год обязательно количество волонтеров, неравнодушных активистов будет все больше и больше. Волонтеры, которые приехали на проран в дождливый осенний день, ни разу о своем выборе не пожалели. Я решила помочь окружающей среде, потому что в наше время это проблема глобального уровня. Во-первых, доброе дело. Чистим природу, помогаем на общее. Делаем что-то полезное. Помогаем природе, весь пластик убираем. После акции с прорана вывезли более 300 мешков мусора. Кроме того, добровольцы высадили на острове 40 сибирских сосен. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом» для председателей МКД, ТСЖ и ЖСК и неравнодушных граждан. На этот раз тренинг прошел в Самарском районе областного центра. Горожан ознакомились с системой ГИС ЖКХ и ответили на волнующие их вопросы по управлению домами. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Самарского района областного центра провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Хочется жить в 21 веке, соответствовать веку просто-напросто. Поэтому вот я жду, что сегодня что-то интересное нам расскажут и что-то мы возьмем себе на заметочку. И уж тогда мы будем непосредственно работать с администрацией, чтобы у нас альянс хороший получился. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради – председатели МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Это хорошая база знаний. Целью, основной целью этих семинаров является подключение к системе ГИС ЖКХ, когда собрания могут проводиться дистанционно, чтобы меньше жителей вовлекать в очные собрания, и чтобы меньше было вариантов для обмана со стороны управляющих компаний, чтобы это все было честно и прозрачно. Также активные граждане могут задать свои вопросы депутатам, которые присутствуют на семинарах. Когда люди говорят о том, что их волнует и беспокоит, именно это дальше ложится в основу нашей работы. Как появился закон о тишине, после того, как жители начали обращаться и жаловаться, то на вывоз мусора, то на работу строителей и ремонтные работы. После этого потребовалось внесение корректив для того, чтобы определить то время, когда маленькие дети отдыхают днем, например. В Самарском районе областного центра 1487 многоквартирных домов. Из них около 150 многоэтажных, в которых есть свои председатели МКД. Освоить новую программу им помогают в ресурсных центрах. В Самарском районе их два. Они расположены по следующим адресам. Некрасовская 62 и Фрунзе 67 дробь 69. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Министерство просвещения России совместно с федеральным телеканалом объявили необычный конкурс среди российских педагогов. Самарские преподаватели не остались в стороне. Станислава Яницкая, учитель биологии из лицея «Престиж», приняла участие в конкурсе и прошла в полуфинал проекта «Классная тема». Подробности расскажет Александра Гусева. Учитель биологии Самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая принять участие в проекте «Классная тема» решила неожиданно. Рассказывает, в один из дней она нашла ссылку на тест по биологии. После удачного прохождения теста Станиславу Владимировну пригласили в Москву, где она прошла последующие испытания. Сегодня педагог вышла в полуфинал проекта, пройдя отбор среди нескольких тысяч своих коллег со всей страны. Для меня, наверное, основной стимул – это доказать самой себе, что я могу профессионально и должна я профессионально, собственно, вести уроки и работать с детьми, но и, соответственно, не подвести свои организации образовательные, в которых я работаю, должным образом их представить, показать самарское образование на должном уровне. Начинала свою профессиональную карьеру Станислава Яницкая в детском эколого-биологическом центре, где работала лаборантом в отделе зоологии и животноводства. Тогда же начала принимать участие во всевозможных фестивалях и конкурсах. Желание делиться накопленным опытом и знаниями подтолкнуло Станиславу к осуществлению давней мечты – стать педагогом. Это один из немногих людей, которые я встречала в последнее время, которые просто получают удовольствие от того, что она ведет занятия, что она работает с детьми. Это такое вот качество, которому нельзя научиться. Сейчас у полуфиналистки проекта «Классная тема» – своя авторская программа обучения, благодаря которой дети не просто готовятся к экзаменам, но и с удовольствием углубляются в изучение биологии. Педагогическую деятельность в Самарском лицее «Престиж» Станислава Владимировна начала относительно недавно, около двух лет назад. Однако даже за этот небольшой промежуток времени, отмечает преподавательский состав и директор школы, знаний по предмету у лицеистов действительно стало больше. Мы видим результаты в глазах детей, в их заинтересованности, в посещаемости уроков, в том, как дети относятся к предмету, как им одновременно интересно и одновременно сложно. А значит, мы говорим о том, что уровень, который поставил Станислав Владимирович, действительно высокий, и ребят стараются стремиться к этому. Учитель – это не просто профессия. Учитель – это призвание, отмечают педагоги. И чтобы заинтересовать детей своим предметом, нужно не только обладать талантом, но и иметь большое сердце. Проект «Классная тема», организованный Министерством просвещения и одним из федеральных каналов, призван поднять престиж профессии, от которой во многом зависит будущее страны. Следующий этап проекта – всероссийское голосование, которое будет проходить 24 сентября. Поддержать Станиславу Юницкую можно в официальной группе «Классная тема» в социальной сети ВКонтакте. Александр Гусева, Николай Епифанов, События. В Самарской области сотрудник госавтоинспекции сумел удержаться на капоте машины правонарушителя и задержал его. Сотрудники ДПС по городу Тольятти на Тополиной улице заметили автомобиль ВАЗ-21083, который двигался с большой скоростью. Требования об остановке он проигнорировал. Госавтоинспекторы начали преследование. Во дворе дома 84А по улице автостроителей правонарушитель не справился с управлением, совершил столкновение с припаркованной иномаркой и остановился. В тот момент, когда к машине подбежал полицейский, она резко тронулась с места. Инспектор оказался на капоте и сумел удержаться на нем в то время, когда злоумышленник, набрав скорость, начал резко маневрировать. Проехав почти километр, автомашина ВАЗ врезалась в еще одну припаркованную машину, после чего нарушитель был задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как установили полицейские, за рулем находился житель города Тольятти, 2003 года рождения, который не имел права управлять транспортным средством. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. В результате неадекватных действий правонарушителя сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Собранные материалы направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Далее коротко о других темах дня. Банки Казахстана и Вьетнама приостановили прием карт МИР. С российской платежной системой они перестали работать вслед за банками Турции. 21 сентября обслуживание карт МИР также приостановила Армения. По данным СМИ страны, у держателей карт не получается обналичить суммы в банкоматах. В Центробанке Армении объяснили, что коммерческие кредитные организации самостоятельно примут решение на фоне сообщений о санкциях. В Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября. Об этом сообщили ведущие специалисты одного из метеоцентров. Обычно холодам способствует приход антициклона. По словам экспертов, температура воздуха должна понизиться до отрицательных значений в тихую и безоблачную погоду. А не в дождливую и ветреную. В прошлые годы заморозки в центральных регионах России наступали и до начала октября. Самая минимальная температура, минус полтора градуса, была зафиксирована в 1930 году. В России предложили поддерживать развитие альтернативных продуктов из растительного белка. По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребители осторожно относятся к продуктам, где вместо животного белка используется растительное сырье. Ранний эксперт рынка национальной технологической инициативы Андрей Зюзин заявил, что жители России в ближайшие десятилетия откажутся от животного мяса. По мнению эксперта, люди сделают выбор в пользу растительного и клеточного мяса из-за его низкой стоимости. Разработчиков ПО, входящего в реестр отечественного софта, могут обязать адаптировать свои продукты под российские операционные системы на базе Linux. Сейчас большая часть софта, аккредитованных разработчиков, базируется только на Windows. Как утверждают участники рынка, для адаптации многие продукты придется фактически создавать с нуля, привлекая специалистов по Linux, которых может просто не хватить. Поэтому требование должно вводиться поэтапно для различных классов ПО, считают эксперты. В случае их невыполнения, разработчика могут исключить из официального реестра. В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют при отсутствии противопоказаний обязательно вакцинироваться от COVID-19 всем, кто прошел эту процедуру или переболел более полугода назад. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Почему процедуру необходимо проходить своевременно и ревакцинироваться, в сюжете наших корреспондентов. Первую прививку от коронавирусной инфекции директор театра юного зрителя Самар Сергей Соколов сделал, как только появилась вакцина от COVID-19. С тех пор ревакцинируется каждые полгода. Десять дней назад подошел очередной срок иммунизации. На вакцинацию актер записался заранее. Чувствую себя замечательно, не болел. И готовлюсь к тому, что мне нужно, наверное, на следующий период тоже сделать прививку. Я обязательно буду это делать и советую всем. Специалисты рекомендуют обязательно привиться от коронавируса всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний. Особенно важно сделать прививку в осенний период, когда обостряются другие респираторные заболевания – вирусы ОРВИ и гриппа. Вакцина не только способна защитить иммунитет от вторжения коронавируса, но и значительно снижает риск заболевания в тяжелой форме, считает актер театра Самарт Юрий Коннов. Он так же, как и коллеги, прививается по графику и своевременно ревакцинируется. Вспоминает начало пандемии и как в театр приходили всего 30% зрителей. Актеров на сцене иногда было больше, чем зрителей в зале. Думаю, все театры всей нашей большой страны сейчас с ужасом вспоминают это время. Благо, сейчас эти ограничения уже сняты, и зрительный зал, как и в прежние времена, полный зрителями. Обезопасить себя и окружающих помогут и простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп РИСКа, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдают заболеваниями, дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуг или по номеру горячей линии 122, а также по телефонам поликлиник. Ольга Павлова, События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Елена Лапушкина. Объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, детские сады и школы уже начали подключать по заявкам и согласованию ресурсоснабжающей организации. На очереди жилые дома и другие объекты. Процесс подключения поэтапный займет около двух недель. В этом сезоне, как и в прошлом году, была проделана большая подготовительная работа. Благодаря модели альткотельной, на которую Самара перешла в 2020 году, инвестиции в перекладку теплосетей увеличились. В столице региона отремонтировано 20 участков теплосетей. Продолжается строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе. Что нужно знать, если появилось желание совмещать работу и уход за ребенком, рассказывает телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. Во время отпуска по уходу за ребенком можно работать неполное рабочее время или на дому. В этом случае получать одновременно пособие и зарплату может тот, кто фактически ухаживает за малышом. При выходе на неполное рабочее время нужно согласовать с работодателем продолжительность рабочей смены и количество рабочих дней. Молодая мама вправе отказаться от командировки, сверхурочной и ночной работы, работы по выходным и нерабочим праздничным дням. В телеграм-канале Железнодорожного района напоминают о старте общественного голосования муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» и знакомят с конкурсантами. Проголосовать за них можно на портале Госуслуг, а также онлайн в группе администрации Железнодорожного района. Либо заполнить анкету на бумажном носителе в районной администрации по адресу улицы Урицкого, 21. Как правильно следить за артериальным давлением, рассказывает телеграм-канале промышленного района. И напоминает, нормальное давление не должно превышать 120,80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу. В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль. Необходимо контролировать индекс массы тела, отказаться от никотина и алкоголя, заниматься спортом и следить за режимом питания, ограничив потребление соли. Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке, опубликованный в телеграм-канале. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин